Привет, уважаемые друзья и подписчики! Вы на канале Роман Зайцев Живу на ДВ. На своем канале я показываю жизнь обычного человека в условиях современной реальности, искусственно и красиво загнавшей нас в паутину лжи, обмана и мошенничества. Обычный человек не замечает этой паутины, потому что эта паутина находится абсолютно везде. Она окутывает нас так мило и незаметно, что мы даже не замечаем этого. Почему мы этого не замечаем? Да потому что у каждого перед глазами находится калейдоскоп, умело созданный из этой лжи и обмана. И пока колесо калейдоскопа крутится, у вас в глазах совершенно не то, что происходит на самом деле. Как можно поступить в этом случае? Можно просто взять этот калейдоскоп и разбить его об пол. И вы увидите много-много мелких-мелких стекляшек, каждая из которых при рассмотрении содержит небольшую крупицу истины. Вот эти самые крупицы истины мы и будем складывать для того, чтобы получилась объемная мозаика реальности. И мы постепенно поймем, в каком мире мы находимся. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Это займет всего несколько секунд. Помните, внимание дорого. И чем больше народу увидят информацию, которую мы показываем в свободном доступе, тем быстрее все смогут увидеть тот мир во всей красе, в котором мы живем. Потратьте пару секунд, перейдите по ссылочке и подпишитесь на мой канал. Сегодня как раз небольшой момент истины, который находится буквально на поверхности, в кончиках ваших пальцев. Нажми на кнопку, получишь результат. Итак, сегодня сайт налог.ру и его конкретный раздел налог.егрю.ру. Ссылочка будет в описании. Данный сайт позволяет отследить правомерность абсолютно любой организации, которая находится в замечательной фирме Российская Федерация. Итак, давайте посмотрим, чем же на самом деле занимается полиция. Давайте сразу можете проверить. Наберите. ННН 270 500 0162. И вы увидите строчку «Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Николаевскому району». Нажав на эту строчку, вы получите документ в свой компьютер. Документ будет скачан в РЖФ и будет снабжен дателиной квалификационной электронной подписью. Вот, это все в вашем доступе. Я повторяю, это уже будет вполне официальный документ, который, если чиновник какой-то будет сомневаться, ткнете его носом в монитор и попросите набрать либо ОГРН, либо ИНН. Он обычно находится уже на второй страничке. Значит, ссылочку на этот сайт, на этот информационный ресурс я размещу под роликом. Возможно, она будет здесь в видео. И каждый будет иметь возможность ознакомиться. В этой выписке мы можем найти выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. В этой выписке мы можем найти много-много-много всего интересного. Ну, сейчас я покажу самую вкусную фишку по данной именно выписке. Итак, чем занимается полиция? Полиция у нас занимается, вот, например, в нашей весе, по АКВЕДу 84.24, она осуществляет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности. Ну, как бы это предполагается, да? Мы не будем говорить о полиции, что такое полиция, что такое милиция. Это отдельная-отдельная тема, которую вы найдете на пространстве Рунета. А теперь смотрим, у полиции есть даже лицензия. И что же это за лицензия? Смотрим, вид лицензируемой деятельности, на которой выдана лицензия. Этот пунктик будет 43 у нас. Момент истины, внимание. Медицинская деятельность. В скобках. За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную фирму здравоохранения на территории инновационного центра Сколково. Вы скажете, возможно, при чем здесь Сколково? Я скажу, а при чем здесь полиция и медицинская деятельность? Вообще, если, значит, полиция лицензируется на медицинскую деятельность, то есть, возможно, тогда, охраняя правопорядок, им стоит снять их кителя с их звездами, с их погонами, убрать в сторону пистолеты, а взять в руки фонендоскопы, взять в руки шприцы и капельницы, одеть белые халаты и заниматься именно той деятельностью, на которой им выдана лицензия. Друзья, полиция в белых халатах. Чудеса в решете продолжаются, и момент истины продолжает собираться в нашу большую мозаику восприятия. Скажу более, по вот этому документу можно показать очень много полезных и нужных фишек, владея которыми вы сможете, в общем-то, прийти в любую организацию и доказать ей вообще ее полную неправоспособность. Если вам этот материал покажется интересным, поставьте хотя бы плюсики в комментариях, и мы продолжим работу с этим замечательным документом. Роман Зайцев, Живу на ДВ. Реальность, как она есть. Пока все. Благодарю за внимание, за ваши лайки, подписки и просмотры. Благодарю за внимание, за ваши лайки, подписки и подписки и подписки, Благодарю за внимание, за ваши лайки, подписки и подписки и подписки,